Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. Наше замечательное правительство, а вслед за ним и федеральные СМИ, обрадовали нас не так давно просто замечательной новостью. Оказывается, из 200 с лишним стран, которые есть на планете, Россия в тридцатке лучших по возможностям открыть и вообще вести бизнес. Представляете? Оказывается, у нас и к электричеству вообще запросто можно подсоединиться. И разрешение на строительство получить, и все остальное прочее, прочее, прочее. Мы опередили такие страны, например, как Испания и даже пресловутый Китай, который у нас все время считается впереди планетой всей, по росту УВП, по всему прочему. А вот, оказывается, нет мы лучше их, даже вот этих замечательных стран. Да, наверху, там где-то Сингапур и так далее, но это понятно, неизбыточная наша мечта, жить как в Сингапуре, в такой частоте, по крайней мере, да и не только. Но, тем не менее, представляете, в тридцатке. Это что же, я сначала даже не поверил, я думал, тридцатка наоборот. Мы на тридцатке с конца, нет, сверху, сверху мы, дорогие телезрители. И поэтому сегодня я собрал экспертов, людей, которые ведут свой бизнес, которые просто профессионально занимаются экономикой, чтобы они сказали, а может даже мне непонятно указали, Роман, ты не понимаешь, мы действительно замечательно живем. И скоро у нас будет, наконец, коммунизм, который мы так долго пытались построить. Хочу представить замечательных гостей. У нас так рассадили мои коллеги по оформлению эфира, что сегодня у нас женская половина, прекрасная половина, во всех смысла слова, и мужская. Так, сначала представлю замечательных дам. Это Екатерина Килибай, которая занимается адвокатурой. Добрый день. Добрый день. Это Оксана Толкаченко, наш постоянный эксперт, кандидат экономических наук. Оксан. Добрый день. Это ее коллега Галина Лопушинская, Галина Ксантина, которая тоже занимается, она доктор экономической наукой, тоже представляет наш замечательный Тверской госуниверситет. Добрый день. Добрый день. И сильная половина человечества. Это Алексей Пехотин, который у нас руководит ООО «Накс Твери». В этих словах расскажут, что из предприятия. Добрый день. Добрый день, господин ведущий. И Александр Евсеевич Рутенфельд, у нас известен у города. Человек, который управляющий партнером больницы Пирогова. Человек, который давно занимается бизнесом в сфере медицины. Добрый день. Добрый день. Ну что ж, господа, кто первым, кто меня не родил, вот кнется носом, скажет, что ты ничего не понимаешь, у нас действительно все хорошо. Ну вот я бы, наверное, с тобой не согласилась, Роман, насчет того, что все хорошо. И ты как представитель средств массовых информаций прекрасно понимаешь, что любую информацию можно подать по-разному. Одно дело форма, другое содержание. Что касается этого рейтинга, я бы, наверное, не сказала, что данная новость говорит о том, что у нас все действительно стало хорошо в области ведения бизнеса, открытия бизнеса. На самом деле, чтобы ответить на этот вопрос, хорошо или нет, здесь нужно обратиться к тому рейтингу, который был составлен. Но первый нюанс заключается в том, что данный рейтинг составлялся кем? Всемирным банком. Вот, самое главное, не в Шремле, не в белом нашем доме, который на Нагрюшем Краснопресненском. На минуточку напомню вам, что Всемирный банк – это международная финансовая организация. И, естественно, она выполняет определенные функции, и всю информацию, которую она обрабатывает и собирает, носит достаточно формальный характер. И данный показатель, данный рейтинг, он строится на ряде показателей. И, естественно, чтобы ранжировать все страны по тем или иным критериям, здесь берется за основу некая статистическая информация, которая собирается по отдельно взятым государствам. То есть те, которые входят в этот Всемирный банк и кто предоставляет информацию. И, естественно, вот эта динамика, которая произошла в рамках именно нашего роста в этом рейтинге, она не случайна. Во-первых, в 2011 году мы занимали в этом рейтинге, в том же самом, который составляется Всемирным банком, 130 с лишним какое-то место. То есть до того, как нефть опять обвалилась, до санкций. Ну и, естественно, это тоже определенные показатели, которые характеризуют инвестиционную привлекательность страны для привлечения капитала. И как раз в тот период, уже около 2012 года, тех самых майских указов, президент Путин, он, в общем-то, дал такое указание или распоряжение, чтобы данные нашей позиции в рейтинге, они заметно выросли. И, естественно, совершалась определенная совокупность мероприятий. Нет, именно подтягивать по определенным критериям, которые входят в этот рейтинг. И, на самом деле, он на тот момент сказал, что мы должны быть в двадцатке в течение ближайших двух-трех лет. Но это не произошло. Произошло постепенно наш рост. И сегодня, действительно, мы вот эту границу тридцатки вверх пересекли. И, знаете, вот что я хочу здесь сказать. С одной стороны, если говорить о неких действиях, которые совершались, они совершались, скажем так, специально, чтобы определенную нашу деловую репутацию, нашу инвестиционную привлекательность сформировать. Но при этом, когда рассчитывался данный рейтинг, учитывалась не Россия в целом, а брались данные только по двум городам. Москва, Санкт-Петербург. Как бы сказали наши сейчас телезрители, не Россия в целом, да это вообще не Россия. Конечно. И надо отметить, что 70% приходилось именно на Москву, да, то есть это информация по Москве, а 30% это информация по Санкт-Петербургу, которая вложилась в основании расчета рейтинга. Но я думаю, что никто не будет спорить с тем фактом, что вести бизнес в Москве, я думаю, что лучше даже, чем в Испании, например, да, или других странах. Поэтому все мероприятия, которые совершались, о сокращении, допустим, получения разрешений на строительство, да, по доступу к энергоресурсам, это все мероприятия, которые были реализованы именно на уровне Москвы, да. Говорить о том, что такое распространение идет по нашим регионам, я бы, наверное, не взялась, да. То есть это те действия, которые были совершены именно в центре, да, то есть в двух наших центрах, как основного места привлечения капитала и отечественного капитала, и иностранного в том числе. Ну, конечно, с тобой бы не согласились владельцы многочисленных ларьков, которые были снесены в ночь длинных ковшей, это тоже, а что бизнес, причем малый. Ну, да, а большому больше речь идет. На самом деле, я думаю, что как бы здесь ошибочное мнение, что оценка Москвы и Санкт-Петербурга дает реальные показатели. Не дает, конечно, не дает. Да, то есть это все все равно на бумаге, потому что из личного опыта могу сказать, что в Москве зачастую получение там лицензии и разрешений гораздо сложнее, чем в Твери. А, например, на что? Получение медицинской лицензии, там у меня ушел год. Год, а у нас? Получение, ну, в принципе, при знании, как это делать, что делать и как, то, в общем-то, можно сделать за 2-3 месяца. Ну, что просто, потому что там не место, вы не знали, кому... А дело не в том, что как бы занести или не занести, просто там настолько все это выстроено, что там, ну, видимо, надо очень много... Либо есть организации, которые предлагают за эту услугу сделать, да. То есть все-таки конверт надо, но в организации... Ну, он, скажем так, он, это не конверт, это вы оплачиваете услугу. Да, это все организовано. Сколько займет времени, я думаю, что, ну, может быть, немножечко меньше, но это стоит будет очень больших денег, и тогда вы получите эту лицензию. Господа, вот вообще, вот к вопросу сразу, вот мы в тридцатке, цивилизованных стран, а это вообще цивилизованная манера, когда есть, которых мы кормим и поим чиновники, которые должны все это делать. Нет, приходится какую-то левую фирму, которая все быстро сделает, но это в принципе нормально, а тогда эти чем занимаются? Ну, в данном случае в Москве, которые сидят на Тверской 13. Ну, все-таки не так быстро они сделают, все равно в рамках тех нормативов, которые прописаны в законодательстве. Ну, опять, это тоже не все быстро у нас, да, и не все достаточно вот так вот скоро, как хотелось бы. Еще Петр Первый в свое время четко классифицировал виды коррупционных правонарушений, и он четко выделял то, с чем надо бороться, и то, с чем, в принципе, с чиновником бороться не надо. Ну, это просто исторический факт. Он выделял мздоимство, лихоимство и казнократство. Мздоимство – это когда человек за реализацию тех функций, которые на него возложены, получает какую-то мзду, но убыстряет процесс. То есть он делает то, что на него и положено, но только делает быстрее, чем делал бы без этой мзды. Лихоимство – это когда человек берет за то, что в его полномочия не входит. А казнократство – это уже то, что нарушает финансовые интересы казны. А за что он, больше всего, считал, надо нарушать заказ? За казнократство и за лихоимство. А мздоимство он считал – это стимулирование чиновника к результативности действий. Видимо, с петровских времен ничего не делал. Ну да, ну как-то просто мы же в цивилизованный пул стран вошли, и вот это, еще раз говорю, это в принципе уже с чего начинали. Петр же тоже все из Европы брал, видимо. Да, взял. Ну просто на самом деле это уже ненормально, когда нужно как-то ускорить чиновника. А за что зарплату? Сами знаем, сколько сейчас чиновников получают. Ну на самом деле чиновники жестко контролируются по регламенту действий. И давайте вот немножко не соглашусь с Оксаной Юрьевной по поводу того, что… А это нормально, дискуссия приветствуется. У нас здесь не полюберутся, как по эстетски нагласно одобрял. Рейтинг ДЛН-бизнес, он формальный. Он оценивает правоприменительную практику. То есть то, что заложено регламентами в типичных ситуациях ведения бизнеса. И то, что сравниваются крупнейшие города. Да, с одной стороны, это знаете, как средняя температура по больнице. В Москве одно, на территории буквально… То есть в этой больнице элитной палаты и для остальных, да? И для остальных, да. Но, Галина Константиновна, мне покажут, что у нас «но» реклама. Потом как раз продолжу, мне тоже как раз именно это вас хотел спросить. Насколько адекватно по двум городам мерить такую страну, как Русь-матушка. Реклама, дорогие телезрители, а вы тем не менее звоните по телефону 3190 и выражайте ваше мнение, действительно ли у нас легко открыть и вести бизнес. В прямом эфире снова у программы «Тема дня». Мы сегодня обсуждаем такой знаменитый факт, как то, что Россия вошла в 30-ку лучших стран по ведению бизнеса в международном рейтинге «Doing Business», который, между прочим, составили не на набережной «Москва-реки», а в МВФ, который базируется в Нью-Йорке, который нас считается цитадель зла капиталистического и так далее. Так вот, Галина Константиновна, опять-таки, я понимаю бы, если бы этот рейтинг составили наши, или им бы сказал МВФ, дайте нам какие-нибудь города, они бы, конечно, вот, Москва-Петербург мерите. Ну, казалось бы, это сами американцы, они должны были, вот, на мой взгляд, ну, на мой взгляд, американцы, им говорят, какие города наши, говорят, вот, Москва-Петербург. Не-не-не, товарищ, вы нам давайте Кострому и Омск какой-нибудь, что вы тут хитрите, Москва и Петербург. По идее, почему по двум городам, тем более, в такой стране? Я понимаю, когда мы бы жили в Монако, где страна, это Монте-Карло и окрестные огороды. Оно все понятно, что там мерить еще. Но у нас-то, почему не взяли среднестатистический город какой-нибудь, там даже не миллионик типа Казань, успешный. А вот я еще раз говорю, Ярославль хотя бы, Кострома. Все очень понятно, потому что сравнивают и рейтингуют страны по ситуации с ведением бизнеса именно в крупнейшем городе страны. Почему так делают? Тоже очень понятно. Потому что крупнейший город чаще всего бывает донором, то есть опирается на собственную налоговую базу, имеет собственные финансы и не зависит от, в разработках каких-то дополнительных вещей, стимулирующих бизнес, от целей только правительства. Потому что территория, если она дотационная, она не может ничего самостоятельно предложить. Тогда был рейтинг городов, а не стран. На самом деле оценивают лучший опыт страны, считая, что крупный город... На седьмом месте Грузию, Грузия не на 28-м, как Россия, а на седьмом, то есть вообще в десятке лучших. Потому что это под Белиси. Это под Белиси. Мы понимаем, что в грузинских селах совершенно другой принцип открытия ведения. Я так много хорошо слышал, что там другие города преобразились, там Поти и так далее, Бату. Но опять-таки, мы же говорим про среднюю рейтинговую оценку. Конечно, я специально взяла, по каким позициям, а мы были в прошлом году на 31-м месте, сейчас на 28-м. То есть мы поднялись на несколько пунктов. Мы или Москва с Питером. Получается, что Россия за счет изменения условий, которые можно использовать как лучшую практику в стране, но ориентируясь на Москву. Ну, смотрите, мы поднялись по оформлению разрешения на строительство. Но по открытию нового бизнеса мы упали. Годом ранее было 32-е место, а сейчас 40-е. По подключению сетям энергоснабжения мы поднялись. Были на 12-м, стали на 7-м. По регистрации собственности позиция не изменилась. То есть ничего изменения в правовом плане по регистрации собственности не произошло. По получению кредита бизнесом мы ухудшились. Было 22-е место, стало 25-е. По защите прав инвесторов в прошлом году было 57-е, а сейчас мы опустились на 72-е. То есть по своей сути где-то стало хуже. Может, так стало лучше, что... Да. Оформление разрешения на строительство и заключение за подключение сетям. Абсолютно. Алексей, расскажите, ваша организация чем занимается? Наша организация занимается аттестацией специалистов сварочного производства и сварщиков. И я бы не стал так акцентировать внимание на рейтингах, особенно зарубежных. Но сейчас можно сказать, что главный ресурс, это, конечно, наш человеческий капитал в лице рабочих и специалистов среднего звена. А говорят, на сторону сегодня есть. Нет. На сегодняшний день... Расчет все меньше, чем в России. На сегодняшний день приоритетным для нашей организации является именно независимая оценка квалификации, да, где предъявляются требования к рабочим и по этим специальностям... Вы аттестацию, извиняюсь, перебью, проводите как, то есть? На основании руководящих документов, которые были утверждены еще порядка 10 лет назад. А сварщиков у нас умеют продемонстрировать в вас? Да, конечно. Это проводится в виде профессионального экзамена. То есть у вас это оборудование есть? Да, конечно. Вам в полу к электричеству подключиться и тогда помещение получить? Ну да, достаточно легко, но единственное, есть тоже свои сложности, да. Какие? Так как мы платим двум поставщикам электроэнергии. Одним за то, что мы пользуемся резервными сетями, хотя в то же время мы их не используем, да, но они как резервные сети. И в то же время платим непосредственно поставщику, да, электроэнергии. Быстро у вас все получилось-то подключить все это? Да, достаточно быстро. У вас тут необычная розетка нужна, а там же сварщики, извиняюсь. Нет, конечно, да, нужны большие мощности нужны для этого. Нормально? Да, потому что мы непосредственно в близости от электростанции находимся, да, поэтому... Да, вам повезло, да, вы когда-то забылкинули... Да, конечно, мы же целенаправленно искали такой объект, для того, чтобы можно было... Рядом с Канаковской ГРЭС где-нибудь, да? Нет, это бывшая территория комбината из КОЖ. А, угу. Вот, и сейчас основные усилия как раз направлены на координацию системы образования и между работодателями, да, для того, чтобы на выходе мы могли получить качественно высокого уровня сварщика и специалиста сварочного производства, для того, чтобы он был сегодня востребован на производстве и был конкурентоспособен. Вот, это основная задача сегодня стоит перед нами. Ну, понятно. Арсений Алексеевич, вот вы говорите в Твери, как вообще, на ваш взгляд, в Твери, вот, на самом деле, открывать бизнес, если... Нет, ну, давайте начнем с другого. То есть, просто открыть бизнес, это, понимаете, зарегистрировать компанию... Нет, я все-таки имею в виду, чтобы реально приступить... Элементарно просто, это вообще не составляет никакого труда. Все остальное, конечно, есть сложности, есть достаточно много всяких препонов, которые... Препонов или условий? Ну, условия, на самом деле, они все регламентированы, с одной стороны, но, с другой стороны, это все сделано таким... Все это, оно все законно, но получается, чтобы это исполнить, зачастую... Требутся силы, время... Выполнить невозможно иногда. И деньги. Да, и человек сталкивается с бетонной стеной, что ее обойти невозможно. Все, он, соответственно, закрывает этот бизнес. Прописано, я не знаю, кем это делать, то есть, это на законодательном уровне, то есть, соответственно, есть пункты, которые обойти невозможно, и в данных условиях ты ничего сделать с этим не можешь. И этого достаточно много, и, то есть, это усложняет, конечно же, бизнес. Ну, а вот вы видите, что, вот вы опять в этом бизнесе... То есть, на сегодняшний день... То есть, вы видите, что, ну, это услуги вообще не нужно, это бред какой-то. Конечно, у нас достаточно много, да, всяких требований лицензионных, оснащенностей, те, которые были написаны, ну, в каких-нибудь, там, 50-х, 60-х годах, и очень часто сталкиваешься с тем, что, когда ты лицензируешь определенный вид деятельности медицинской, ты сталкиваешься с тем, что данное оборудование у тебя требует. То есть, предъявите оборудование то или иное. Должно идти запас свечей, да? Да, ну, уже не используется, но поколение, которое просто даже не знает, то есть, современные, да, специалисты, они вообще не знают, для чего оно нужно. А его требуют... Да, да, ну, приблизительно вот так, ну, допустим, да, зуботехническая лаборатория, чтобы ее лицензировать, есть определенные требования по оснащенности. И там прописано то оборудование, которое уже не используется давным-давно, уже эта технология, ну, она отмерла, как динозавры. Но ты должен, то есть, поэтому кто-то где-то ее вот выставляет, показывает, вот она есть. Но это же не продумано, это не нужно, и это все усложняет вопрос, решение вопросов. Во многих странах вообще уведомительный характер имеет, да, то есть, и даже медицинская деятельность. Конечно. Ампутируй руки и все. Ну, нет, ну, там есть определенные параметры, ты, создавая определенную клинику, тебя проверят завтра. Но прежде чем ты уведомляешь, рассказываешь о том, что у тебя сделал, ты должен сделать, соответственно, как бы современным требованием. Но это все, в общем-то, достаточно просто, понятно, и тебе не нужно это сдавать, тебе не нужно это, то есть, получать определенную какую-то специальную лицензию. Одну, вторую, третью, то есть, санэпидзаключение, потом лицензию, потом одну, и таких, ну, достаточно много. Ну, как пример, например, есть такое понятие в стоматологии, вообще в анестезиологии, да, то есть, в народе это называется, веселящий газ, да, то есть, как бы, это зайкись азота, используем зайкись азота. Во всем мире она используется в любых клиниках, то есть, это не наркотик, это не наркоз, это просто газ, который, да, это газ, который дает возможность расслабить пациента, и он, ну, меньше, то есть, да, реально, он открывает рот, он, он просто расслабляется, подышает после газа, а я сразу разберу, и он спокойно общается, у всех вызывает, ну, стоматология, ну, конечно, да, она вызывает у всех страх. И в большинстве стран это не требует никаких дополнительных лицензирований. У нас, для того, чтобы вы могли использовать этот веселящий газ, вам нужно получить лицензию на анестезиологию, а это уже совсем другое, да, то есть, но требование, как будто вы, не знаю, будете запускать, я и атомный реактор, то что называется, да, а на самом деле, то есть, ну, то есть, всего-то дать подышать определенным газом, его просто даже банально, он замешивается с кислородом, и, там, его даже не купить кислород, потому что у тебя нет лицензии на анестезиологию. И вот таких моментов, ну, сейчас их, там, можно долго и нудно вспоминать, но, на самом деле, таких моментов достаточно много. И они, это не от того, что сидят чиновники, которые вот их здесь и сейчас придумывают, чиновники наши, которые здесь, да, как бы работают, они заложники этого. То есть, они... А кто же их заложник-то взял? Заложники законодательства. Именно так. Кто-то, кто требует, да, когда... Вот я вас слушаю, дайпл. Почему, да, у нас что, законы у нас святые исполнители лихие супостаты, или законы дураки пишут? Ну, как так? У нас идет конкретное несовершенство законодательства в том или ином аспекте, вот, например, применительно к бизнесу. То есть, некоторые нормы настолько устарели, что их уже не стоит применять, они только делают хуже. Почему, вот, мы говорили изначально по поводу эти юридические фирмы, да, которые оказывают посреднические услуги. Люди настолько уже знают, как это делать, что простой человек, который придет и захочет открыть бизнес, он не разберется в этом. Потому что это достаточно сложно. И это определенная тоже доля бизнеса, которая этим занимается. А зачем такие законы-то пишут? Они написаны уже давно. Просто нет никакого совершенствования именно этого законодательства. Очень хорошо по этому поводу сказал господин Черномырдин. Хотели как лучше. Да, именно так. На самом деле, законы-то неплохие. Но иногда их реализация приводит к определенным сложностям и проблемам. Ну, например, в той же Москве реализация услуг по принципу одного окна через многофункциональный центр четко опирается на позицию какую. Если вы в очереди сидите 20 минут, то чашка кофе бесплатна за счет МФЦ. Потому что они нарушили срок предоставления обслуживания. А кофе и Старбакс, да? Чтобы неповадно было. Ну, тут можно много чего говорить. Но мы же понимаем, что реализация тех же услуг через многофункциональные центры где-то по стране, ну, проблему Тверской области, например, приводит к тому, что мы, если пришли получать услугу, да, по регламенту нас положено в течение 20 минут четко принять на консультацию или на предоставление услуги. Но мы иногда сидим много дольше. Ну, чтобы кофе можно выписать? Если нам это предоставили. Ну, надо даже понимать, что они прогорят. Поэтому в Тверской области такой услуги нет. Да, поэтому, кстати, очень многое зависит не просто от того, как прописан процесс, но и какие люди вовлечены в предоставление услуги. Потом еще же на самом деле, да, вот этот принцип одного окна. Отличный, конечно. В принципе, хорошее решение такое. Я прихожу, сдаю пакет документов, и мне дают разрешение, лицензию. Подождите, а если я в чем-то ошибся, то мне просто выдают этот пакет назад и говорят, приходите завтра. И в этом, в принципе, одного окна никто не прописал, что вообще человек выдающийся, но кто-то бы проконсультировал и подсказал бы, что мне здесь исправить, в чем я ошибся. Я готовил этот пакет документов месяц-два. Я принес, а мне говорят, и ты сидишь и не понимаешь, а что здесь не так? Там может быть одна запятая где-то не так, ну или действительно какая-то ошибка. Мы все люди, мы все вправе ошибаться. Но никто не подскажет. Проблема в том, что у нас никто и никогда не консультирует. У нас никто и никогда не подсказывает. Это правда, на самом деле. И консультациями занимаются только, допустим, юридические компании, либо компания, которая находится рядом с разрешительным органом. Куда ты приходишь, они говорят, все хорошо, стоит столько. Мы все сделаем, мы вам все расскажем. Один из вариантов решения. Но государство, оно не поясняет, что если чиновник, что он должен рассказать и подсказать. Что его задача не наказать, а его задача пояснить, чтобы человек быстрее решил свои вопросы и шел заниматься бизнесом, делами, работой, приумножать свой капитал государственным и все остальное. У нас проблема в том, что у нас нет, не получилось. Следующий. Все. Ну, это на самом деле так, потому что многофункциональные центры, они создавались для того, чтобы нагрузку от взаимодействия с различными органами снять. Принцип одного окна. В одно окно сдал, и если чего-то не хватает, тебе должны проконсультировать. Чего не хватает, что исправить. Например, город Тверь поменял наименование и стал городским округом город Тверь. Если ты подаешь документы, а у тебя там стоит просто город Тверь, тебе документы обратно возвращают и не будут комментировать. Ну, только если попадется какой-нибудь добрый человек. Если только человек, который будет сидеть в этом окошке обслуживания, сам по квалификации может выступить консультантом, а этого не происходит. Ну, там еще и, как правило, сидят люди, которые просто умеют, которых научили. Только да, научили. Несколько квалификации. Они не понимают, в принципе, что делать. Все, вам нужно было принять то-то, 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 посчитать, сколько страничек, все хорошо. Спасибо. Они, может быть, хотели вам объяснить, что ошибка, но они не могут, они не понимают. Они, может быть, хотели бы, да, за тот оклад, который им готовы предложить, и о какой речь, о какой квалификации может быть, да, у человека. Предложите им условия достойные для оплаты труда, и тогда мы получим квалифицированные кадры, которые... Ну, у нас на все денег нет. Да. Поэтому... В стране нет денег. Только штаты человек. Да и проблема, мне кажется, в нашем законодательстве, что оно пишется больше чиновниками, законодателями, именно вот в такой, в теории, да, и когда пробируются на практике эти законы, они просто не корректируются. Вот и все. На самом деле, все это обсуждают, ну вот, обсуждая вот это, вспоминается, у Познера есть книга, да, которую он писал о себе, где он рассказывал историю, как он потерял паспорт, да, 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 да. И это все вспоминается, когда человек пришел и начал благодарить, ему в течение двух дней сделали, или одного дня там сделали паспорт, и он там благодарил какого-то чиновника, клерка в окне, что спасибо, он говорит, за что спасибо? Это наша работа. Вы платите налоги, вы мне платите за то, что я делаю. У нас же получается наоборот, каждый там чиновник или тот госслужащий, который, в общем-то, живет за счет наших налогов, а мы их платим реально немало, а я бы сказал крайне много. Про налоги тоже, как раз, хотел спросить. Это тоже важный момент для ведения бизнеса. Получается, что, а он приходит над тобой, нависает и говорит, ну что ты тут натворил? Т.е. государство выращивает или взращивает, скажем так, не чиновников, которые помогают тебе в бизнесе, которые помогают тебе в работе, а надзиратели, которые тебя бьют только по рукам и говорят, так нельзя. А как можно, никто не рассказывает. А зачем? Тогда по рукам пить не получится больше. Ну, не совсем так. Подождите, я не говорю о человеческом факторе. Я понимаю, что достаточно много, особенно вот в городах, как Тверь, небольших городах, где, в общем-то, круг просто знакомств, круг, да, как бы многие друг друга знают. И, конечно же, речь идет именно о том, что как бы человеческий фактор здесь помогает нам, по большому счету, в бизнесе, в работе, все это прекрасно понимают. Именно то, что люди-то нормальные, люди хорошие, к ним можно обратиться, они помогут. Но если мы находимся в Москве или в Санкт-Петербурге, где узнать крайне сложное, очень большое количество людей, и ты приходишь, это абсолютно человек, незнакомый тебе, он ничем тебе практически не поможет. То есть, тут и возникает, что да, с человеческой точки зрения, помощь есть. То есть, вот эта статистика, она больше, наверное, человеческого факта. Про людей. Но не про страну. Да, именно так. Поэтому, само государство, несмотря на то, что нам рассказали, что раз в три года вас не будет никто трогать и так далее. Не знаю. У меня уже, ну, то есть, какие-то все время, не то, что проверки, но нам рассказывают, что, а теперь вот изменилась ситуация вот так, и вам нужно такой-то документы подавать, такие-то отчетности, такие-то данные, туда-сюда. То есть, в большей степени сейчас бизнес занимается каким-то непонятным документооборотом, не работой. То есть, должны быть отдельно, у меня бухгалтер зашивается тем, что она постоянно сдает отчет. Которые меняются постоянно. А я такая, а, ужас, кошмар, сейчас тут изменилось, мне надо сейчас влезть во все вот это, чтобы понять, как этот отчет сдавать. Там что-то не так. И ты не понимаешь, а как можно там заниматься. Ну, в любом случае, бизнес – это наличие финансов, которыми нужно там обращать. И там начинаешь что-то думать, задумываться. Не до этого мне нужно отчеты сдавать. И это каждый, то есть, постоянно. Ну, вот институт Столыпина только опубликовал свои материалы, которые оценивают налоговую нагрузку, как она изменилась за последние 10 лет. Так вот, налоговая нагрузка на несырьевой сектор за последние 10 лет возросла в 2,65 раза. То есть, почти в 3 раза налоговая нагрузка на бизнес за последние 10 лет, она увеличилась. Понятно, что вот эта вот налоговая нагрузка предопределяет готовность, желание заниматься бизнесом. И все остальные моменты, связанные с процедурами, они, конечно, становятся важными, но они отступают на второй план. Потому что любой бизнес – это возможность получения дохода, прибыли. Значит, не бизнес. Екатерина, ну вот вы, вы как раз, да, в несырьевом секторе, вам легко, вот вы занимаетесь, то есть, это богатская практика, да, насколько я понимаю? Вам легко, соответственно, было открытие налоги? Вот только Галлингстин говорит, что с вас тоже стали в 2 раза в шкуру драть. Больше нет? Нет, вообще в адвокатской сфере все осталось без изменений в этом плане. Но вот насчет рейтинга я хотела сказать, что отчасти, может быть, мы где-то и поднялись. В каком плане? У нас, например, для молодежи очень много действует программ сейчас по обучению бизнеса. То есть, огромная направленность обучения молодежи, бизнесу, и как его вести, любые аспекты. Ты можешь прийти, научиться. Это есть бесплатно, это есть платно. Тебе все это объяснят. Ну, хорошо, научили. Ну, учили, но молодежь не открывает. А он пошел, а донная стена. А он никто не будет открывать. То есть, даже если, ну, учат, никто не идет открывать. Ну, то есть, сложно. А зачем идут таты? Не пошел, не собирался. Зачем тратить свое время? Если не собираешься... Хотят, не могут. А, то есть... Они могут его открыть, удовольствие существует. А ваши эти курсы в такую устную страшные, что, ну, нет, все, я лучше вот послушаю. Нет, многие проходят курсы, начинают открывать, сталкиваются с проблемой. Именно в том, что не могут, потому что нет капитала. А без этого развитие бизнеса, оно просто невозможно. Нет, можно финансирование найти. Нет, нет, не всегда в этом проблема. Попробуйте взять кредит сейчас в финансовой организации. Это большая проблема вообще. Да, особенно начинающему малому бизнесу. Нечего заложить, нет ничего в собственности. Даже если и предоставят кредит, хотя это такой фантастический случай, то насколько это будет выгодно... Ну, я вам могу сказать, даже если есть что заложить, вам все равно. Настолько вас будут мочалить и столько времени, и при этом могут слегка отказать. Я сталкивался с ситуациями, когда 2-3 месяца... Готовили кучу документов, вот такую пачку документов. И одно, и другое, и третье. При этом залог, стоимость, то есть кредит был раза в 3-4 меньше залоговой стоимости. Ну, хотя ее, соответственно, конечно же, банк снизил. Бережно сказали, нет, что-то нам не очень нравится. Заверий нету, да? Вы знаете, еще 3 года назад, ну, у нас традиционно ежегодно идет экономический форум. В Москве собираются экономисты, обсуждают ситуацию. И вот года 3 назад директор института экономики РАН, академик Иван Тарс, сказал очень хороший момент, что наши кредиты может быть и доступны, но платить по 13% может только бизнес, который занимается продажей оружия или организацией. При том, что на сегодняшний день в большей части стран Европы минусовой процент, да? То есть, как бы, ставка минусовая. Потому что ставка, конечно. То есть, вы берете кредиты, банк вам доплачивает за то, что вы оборачиваете средства. Ну, просто, на самом деле, тот же Китай, который мы обошли в дом бизнес в рейтинге, он до, если доход до, по-моему, миллиона юаней, берет всего ограниченную сумму, как уплата годового налога, предполагая, что создается рабочее место, формируются доходы, и в данном случае увеличение нагрузки приведет к тому, что этого просто не будет. И у нас увеличится социальная напряженность, социально неблагополучные люди. То есть, мы же понимаем, что ведение бизнеса, самозанятость, почему Россия выбрана? Потому что хороший, замечательный момент. Быстро, 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 сама, сама, сама. Сам получаешь доход от государства, никаких соцпособий, никакой соцзащиты не просишь. Но в данном случае на эту самозанятость не должно быть сильного административного давления. Должна быть легкость создания и ведения того, что мы называем даже неформальная занятость. Обратите внимание, неформальная занятость сейчас очень сильно развивается. Развивается по всей стране. Это продажа того, что делают тортики и продают через систему интернет. Маникюр, парикмахерскую. И в данном случае это все то, что выходит за сферу формальной занятости. Потому что большинство не имеют образования, не сертифицированное... Ну, к слову говоря, что касается того же самого маникюра, ты не имея профильного образования, ты как бушенок сделал, все они заканчивают курсы. Торты... Это курсы... Это не образование, это не образование, это не образование, это не образование. Это же на маникюр в МГУ учили, что ли? Нет, подожди. Но для того, чтобы это было гарантировано качественно, гарантировано не было перекрестной так называемой инфекции. Человек, который делает маникюр, он не только должен уметь наносить лак или еще что-то. Он должен уметь правильно стерилизовать и обрабатывать тот инструмент, которым он пользуется. Чего не происходит, как правило. Все вот эти... По-разному. Я сказал, как правило. Я не сказал, что это везде. Есть риск просто. Да, просто есть риск. Александр Евсеевич, ну это как у вас. Вот если вы не будете мыть полы в вашей клинике, я просто к вам зайду, она же коммерческая, да, чуть за деньги, а здесь как в Савдопской больнице, я уйду. Мне кажется, любая девушка, вот Александр, у тебя прекрасный маникюр, я вижу, ты же тоже, если ты увидишь, что она не обрабатывает, у нее одна пилка на всех, условно говоря. Или если стрижешься тоже, ну, ты же тоже уйдешь. Вы этого не увидите и не узнаете для начала. Не, все просто понимают, что такие вещи должны быть. Это же тоже определенное умение. Опять же, они должны знать. Второй момент. В любом случае, есть, должна быть некая, некий надзор над качеством стерилизации. Что такое? Александр Алексеевич, которого надзоры заклебал. К сожалению, человеческий фактор таков, что все пытаются как-то обойти, что-то сделать не так, там и так далее. Мы, например, наоборот стараемся, чтобы, скажем так, могу сказать честно, наверное, мы единственная стоматологическая клиника, в которой в стерилизационной стоит 4 автоклава. То есть, вот их 4, не потому, что они там просто стоят, а потому, что автоклавируется все. Это наше, ну, как бы, вот, желание. Хотя нам достаточно одного, ну, по большому счету, для надзирательных органов. Риски, это потеря имени, это же потеря репутации. Те же самые любые тортики, а в каких условиях эти тортики сделают? И кто там что-то замешивает? Вот не является ли это как раз тоже показателем ведения бизнеса вообще, что огромное количество людей уходит в самозанятость, ну, и не хотят даже легализовываться, потому что бизнес у нас... Потому что налоги. Потому что налоги слишком высокие. Государство зарабатывает на бизнесменах, на налогах, проверки, конечно. Отчеты надо писать, вот Александр Алексеевич говорит, это же... Бюрократия очень высокая у нас. Вот, а если бы это все было легко, если бы это было понятно и просто, то люди со спокойной совестью, он пошел печь тортики, он заявился о том, что он печет эти торты, он платит с дохода условно там 3%, или сколько так. Государство получает деньги, он самозанят, он несет вкусную жизнь людям. Ничего государство не просит. Не просит ничего государства. Ничего не просит. При этом единственный момент, который, конечно же, необходим, ну, все люди относятся к чистоте или к гигиене, по-разному. И тут вопрос возникает, что все равно должен быть некий орган, который бы не наказывал, а проверил, и если он действительно что-то не так, указал, наказал бы в следующий раз. Когда он пришел, говорит, мы же тебе рассказали, объяснили и показали. И почему ты этого не сделал? Алексей, ну вот вы уже затронули эту проблему, все-таки действительно, еще одна важная такая, что называется, фишка для ведения бизнеса, это люди. А вот люди, вы уже сказали, да, с людьми, это проблема. Вот вы, сварщики. Я, насколько знаю, ведь по тверским меркам сварщики очень хорошо получают. Я вижу объявление, что 70-80 тысяч. При том, что у нас официально декларируют средний зарплат в регионе 30 тысяч. Не знаю, как они считали, как они считали, но это тоже, как у нас бизнес. Очень интересно, считали? Вот, 80, это все равно очень много, и при этом я вижу все время, что нужны сварщики. Что, не хочет народ сварщиков работать? Дефицит есть? Нет, почему? Дефицит имеется, конечно. Я, правда, для вагонзавода делал много программ, в которых суть моих была сюжета, что ребята, идите, вас ждут. Да, вагонзавода своя специфика, у них там свои нормативные документы, внутренние требования, да, о зарплатах, о которых вы сейчас сказали, да, это достаточно высококвалифицированные сварщики, да, которые должны иметь ряд навыков, да, которые... А, низкоквалифицированные сколько получают? Низкоквалифицированные. Это средняя зарплата 30 тысяч, да, мы сейчас возьмем, например, да, примерно такую зарплату. С высокой зарплатой... Это на самом деле нет. Да, с высокой квалификацией также есть тенденция уехать вахтовым методом, да, работать. То есть опять же людей нет? Да, предложат, там работают, да, в Москве, в том же севере, да, там ему будут платить в 2-3 раза выше зарплаты, и зачем ему искать здесь работу, и за счет этого образуется дефицит кадров, да, высококвалифицированных, потому что здесь предприятия, они все могут предложить им те условия, да, которые могут обеспечить там на условиях крайнего севера, либо на других каких-то, да, объектах, достаточно крупных, которые сейчас строятся в нашей стране. Вот. Вот, тем не менее, мы сейчас работаем над тем, чтобы как раз координировать вот эту взаимосвязь, да, систему образования, чтобы не только сварщики с опытом работы, да, уже богатым могли идти на предприятие, чтобы можно было обеспечить трудоустройство студентам, да, ну, тем, кто заканчивает колледж, чтобы они могли прийти, уже знали, что... А что, не берут их? Не, берут, да, но не все, да, так сказать. Ну, статистику сейчас мы подводим, да, пока не могу сказать вам точно, да, звучит цифра. Я не могу сказать, что плохая система образования, но... Там образовательных, да, были проведены пилотные проекты, да, национальной системы развития квалификации, да, и системы образования вместе с Министерством труда, вот, и в ходе которых были выявлены, ну, многочисленные недостатки в этих программах. Ну, не идут все равно. Я говорю, я просто, и не только для сварщиков, вот все стонут, не идет молодежь работать руками. А это рабочая профессия, конечно. Потому что это на роду не написано. А те, кому написано на роду, как раз не вовсе сидеть, и тем более в правительстве или в Думе, кривые вот этот дурацкий закон непонятно писать, а которому надо вот стучать молотком, не идут. Конечно, попробуйте найти не только сварщиков. Но у нас же в Тверской области в 17 раз спрос на поваров превышает предложение. О, конечно, да. Не только на многие другие рабочие специальные сферы. Нет, это просто особенная ситуация. Это, конечно, сейчас считается престиж, сейчас это модно всякие у нас кулинарные фестивали. Есть эти примеры, вот это Константин Ивлев, так далее, тоже повар, ты даже не будешь мазут там где-то месить. Не идут, я тоже много с ресторанами разговариваю. Говорят, Рома, тяжело найти хорошего тяжелого повара. На самом деле, не только повара, не только сварщика, но найти просто нормального сотрудника, который бы хотел работать, который бы хотел как-то расти. А сотрудник вам скажет, а вы мне не платите хорошую зарплату, я уйду в Москву или в Казахстан. Ну все хотят сразу прийти и получать 50 тысяч после... Есть такая проблема, только молодежь современной. Да. У вас два года, я хочу сразу эту зарплатную машину купить, в Турцию съездить. И желательно ничего не делать. Чтобы мне просто за то, что я захожу... Где бы на эти работы, чтобы ничего не делать и много получать. То есть понятно, что это у всех проблема, она... Есть такая? Есть. Екатерина, вы, как вы знаете, молодого поколения, вы можете сказать, что среди ваших ровесников много тех, которые говорят, я сразу хочу полтос? У нас, когда юридический факультет мы заканчивали, все начинали устраиваться и искали работу. 20-25 тысяч, мы не пойдем, так мало, мы не будем сидеть с 9 до 6 за 20 тысяч. Я юрист, я пойду минимум 35. Я начинала с 10 тысяч работать. Я получала опыт и начинала работать. А на вас, Катя, как у нас дура, за 10 тысяч бегает. Да, они все ищут, они все ищут выше 30. И не работают. Что с этим может делать, Катерина, на ваш взгляд? Я не знаю, что с этим сделать. Это должно быть какое-то осознание у человека. Понимаешь, надо начинать с низа. Вот видите, Александр Евсеевич, можно сказать, что он ворчит, но вы тоже сами говорите, что да, мои ровесники, опять-таки, работать, 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 не хотят. Ну, не все это не обучают. А мне кажется, просто отсутствие желания работать определяется, наверное, и определенными условиями, в которых эти люди живут. Значит, у них не все так в жизни плохо. Значит, какие-то источники дохода, кто-то их содержит, может быть, родители. То есть они могут тебе позволить. Мне кажется, когда ситуация совсем партовая, когда тебе нужны деньги, и тебе нужно жить, выживать, ты будешь браться за любую работу. И если ты действительно хочешь развиваться профессионально, ты тоже, да, будешь рассматривать различные варианты. Но сегодня, к сожалению, вот мы-то работаем, да, с молодым поколением, и видим, что действительно вот это желание ничего не делать, не учиться, да, но при этом стать, допустим, там, экономистом с большой буквы или юристом на ровном месте. Все хотят, и все хотят сразу работать начальниками, директорами. Притом, когда и спрашиваешь, а что вы будете делать, будучи директором или начальником, ни один человек ответить реально не может, какие действия, какой комплекс мероприятий они будут реализовывать. Это опять на уровне нашей культуры, да, мы видим в средствах массовой информации, что это модно быть руководителем, ничего не делать, много получать. Но это образ, но это образ, да, по факту, по факту, что надо прилагать усилия. На самом деле здесь влияют и средства массовой информации. Вот кто виноват, вот кто испортил народ-то. Но здесь все равно надо про это говорить. Почему? Потому что вы пятая власть. Вы все равно влияете и определяете мнение населения. Для молодежи, наверное, сейчас влияние этой интернеты и соцсети. Вы тоже? Четыре года назад, наверное, или пять лет назад, как только в летний период показали, как коррупционного чиновника берут на Дальнем Востоке, а у него, а он руководитель не совсем топ уровня региона, а руководитель среднячок, но у него дача, машина и так далее. Все захотелись. Как только показали этот репортаж, у нас набор на первый курс направления государственное и муниципальное управление было три группы, почти девяносто человек. Отлично. Скрытая такая реклама. Скрытая реклама. Господа, а мне сейчас показывают, что у нас прямая будет реклама. Машут, мои коллеги, рекламу, после которой мы подведем итоги программы. Реклама пролетела. Программа «Тема дня». Господа, осталось буквально нескольких минут. Вот какие, на Ваш взгляд, показатели, надо в России все-таки улучшить, чтобы у нас действительно стало легче вести бизнес? Алексей. Я считаю, надо повысить оплату труда в среднем. И тем самым повысить производительность. И стимулировать молодых, конечно, проводить с ними информационные мероприятия для разъяснения. Да и так разъясняю. Ну понятно, повысить. Я вот, например, не очень понимаю, что такое повысить оплату труда. То есть, когда у нас минимальная оплата труда, то есть, скажут, он теперь будет не столько, а столько, и вы должны платить вот столько, минимум. То есть, я у меня, как у бизнесмена, вопрос, а за что я должен платить человеку, который ничего не делает? Вопрос другой, что нужно поднимать экономическую вообще ситуацию в стране, да, снижать, упрощать налоги. Поэтому, Ваша, вот Алексей сказал, повысить оплату вы. Я не знаю. Однозначно упрощение налогообложения, упрощение документа оборота. То есть, дать возможность спокойно работать, заниматься делом. Тогда вы и повысите. Тогда мы, соответственно, и повысим зарплату. Но вы с чего повышать? Конечно. А с чего ее повышать? Екатерина, вы как юрист? Безусловно, в совершенствовании действующего законодательства. Это понятно, что нам может просто действительно в Думу-то, я не знаю, даже почистить ее, раз не умеет закон нормальный написать. Или что? Их надо применять на практике, как вот Оксана говорила, что действительно некоторые законы в теории возможны, на практике они не возможны никак. Они все профильные, соответственно, профильные набираются. Так, кто у нас депутат? Ага, значит, комитет по юриспруденции. А, Екатерина, у нас юрист. Екатерина, пойдете, вы правильно? Ну, не будет же медика брать в комитет, который, наоборот, в комитет по медицине не будет брать юриста, правильно? Юристы тоже разные. Есть высокая квалификация, есть низкая. Ну, это мы уже поняли. Высокая квалификация экономисты. Скажите мне, что надо сделать? Ну, на мой взгляд, абсолютно точно надо в качестве господдержки брать государственное сопровождение самозанятых. Причем делать это через МФЦ для бизнеса. И всех, кто желает выйти из тени и формировать себе какой-то небольшой доход, уплачиваемый в пенсионный фонд, ориентируясь на будущее, закрывать перед проверками и налоговыми структурами, ввести за этих самозанятых ту документацию, которую он в силу своей, например, профессиональной подготовки ввести не может. Мне кажется, в этом случае готовых этим заниматься и выйти из тени будет больше. Оксана, кто результат? Мне кажется, что все-таки легкость бизнеса – это понятие, которое связано с системой показателей. И говорить о том, что что-то одно сделать, и будет счастье в бизнесе, мы не можем. Поэтому здесь нужно подходить системно. Здесь нужно минимизировать все предпринимательские риски, с которыми сталкиваются реальные субъекты предпринимательства. Это и законодательные риски, это и, соответственно, правовые риски, это и экономические риски, это и, в том числе, и криминогенные риски. Поэтому здесь требуется именно комплексный подход, который может быть реализован только в изменении нашей государственной политики в области предпринимательства. Другой рецепт. Как там в старом советском анекдоте. Тут не прокладку надо менять, сказал слесарь, а систему. А систему, дорогие телезрители, как все меняться, не хочется уж год за годом. Ну что ж, посмотрим, поживем. Удачного вам ведения бизнеса. Спасибо большое, дорогие мои гости, что нашли в напряженном графике время. Посмотрим, может быть, право все-таки, что-то улучшит в нашей стране. Удачи всем предпринимателям. Без них мы никуда. Это была программа «Тема дня». С вами был Роман Быков. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова